Почти месяц представители Института биологии Южных морей, Морского гидрофизического института, Института природотехнических систем и Азово-Черноморского филиала ВНИРа браздели воды Черного моря, проводя исследования, делая замеры и съемки, собирая научный материал. На 26 суток научно-исследовательское судно профессора Воденицкий стало плавучей лабораторией для ученых-гидробиологов, океанологов и гидрохимиков. Предварительный итог у нас пока только один. Все поставленные нами научные задачи, научные цели полностью выполнены. Мы довольны самой экспедиции. Погода нам не мешала. Привезли ученые наши хороший научный материал, который в процессе будет в дальнейшем обработан. Большая работа была проведена в том числе сотрудниками отдела экологии БЕНТОС Института биологии Южных морей. Их основной инструмент при заборе научного материала – начерпатели, которые захватывают необходимое количество грунта с морского дна. Затем собранный грунт по системе СИД разделяют на фракции, отделяя крупные ракушки, и промывают, чтобы убрать ил. Затем пробу фиксируют формальдегидом, чтобы доставить собранный материал сохранности в институт. Ведь экспедиция – это только начало большой комплексной работы. В лаборатории мы разбираем эти пробы. Из пустой породы извлекаем живые организмы, которые были живыми, а не фиксированные. Дальше результат этой работы передается специалистам определенных систематических групп. Это специалистам по ракообразным, специалистам по полихетам, по моллюскам. И они уже формируют базу данных по соответствующей группе в этом рейсе. Сбором научного материала в экспедиции занимались и сотрудники лаборатории биоразнообразия и функциональной геномики Мирового океана. В их задач входило формирование геномного банка организмов Чёрного моря. Теперь в аквариумах лаборатории, дожидаясь своей очереди для изучения, обитают актиния, фазиалины и другие морские существа. Эти данные могут быть использованы сотрудниками других отделов. То есть мы дальше будем выделять ДНК из этих полученных материалов, то есть из тканей животных. И по этому ДНК могут быть проведены дальнейшие какие-то исследования другими сотрудниками, которых интересуют конкретные виды. То есть, например, теребелиды, можно определить их филогению, как они в Чёрное море проникли, насколько они родственны видам Средиземного или других морей. То есть, как бы получать данные о конкретно наших видах. После формирования баз данных по отдельным группам исследователи объединяют всю информацию в единый массив, который комплексно анализируется. Только по результатам такого анализа учёные могут сделать те или иные выводы о состоянии Чёрного моря. В задачу нашей экспедиции входило несколько интересных моментов, которые связаны, во-первых, с оценкой ситуации на юго-восточном участке шельфа Крыма. А такая съёмка, она делалась впервые, можно сказать, за последние 80 лет. Такая обширная съёмка. Поэтому нам предстоит сравнение с данными 30-х годов. Это очень интересный вариант, поскольку 30-е годы считаются годами относительного благополучия в Чёрном море, в частности. За десятилетия наше море успело измениться. Сюда вселялись, а затем здесь же развивались новые виды, например, анадара. Изменилась температура воды, из-за чего некоторые морские существа практически исчезли, а другие массово развивались. Кроме того, в последние десятилетия учёные отмечают восстановление экосистемы Чёрного моря до состояния 50-х-60-х годов прошлого столетия. Если мы обнаружим, что наши результаты подпадают в этот тренд улучшения экологической ситуации в бассейне, это одни выводы. Это хорошие выводы. Если мы обнаружим, что результатом являются какие-то отклонения от этого тренда, то это тоже интересный результат, который позволит нам сориентироваться в дальнейшей нашей работе. По итогу этого комплексного исследования учёные, кроме научных публикаций, дадут практические рекомендации в зависимости от результатов по поддержанию текущего состояния или по восстановлению экологического состояния Чёрного моря. Екатерина Костенникова, Дмитрий Лелека, Севинформеру.